Ольга Ломоносова драматическая актриса, ставшая популярной благодаря роли Киры Воропаевой в мега популярном сериале «Не родись красивой». Эта хрупкая блондинка с сильным характером сумела сделать роль суровой бизнес-вумы гораздо живее, что отметили как зрители, так и критики. Ольга Ломоносова родилась в Донецке 18 мая 1978 года. Покровительствующим знаком зодиака будущей артистки стал телец. Ольга единственный ребенок в семье, работника строительной структуры и экономиста. На девочку с раннего возраста повлияли ожидания и нереализованные мечты матери. Как в одном интервью заявила Ольга, ее мама мечтала танцевать, но с этим жизни не сложилось и потому маленькая Оля воплотила родительские мечты в своей жизни. Сначала дочку отдали учиться бальным танцам. Сама актриса говорит, что ее детство закончилось тогда, когда тренер по художественной гимнастике, заглянувшая в детский сад, обратила внимание на необыкновенную пластику девочки. Так Ольга Ломоносова попала в мир художественной гимнастики. Когда девочке было 8 лет, вся семья переехала в Киев. Там Оля продолжила заниматься гимнастикой, причем уже на другом уровне. Она попала в школу Олимпийского резерва к тренеру Ирине Дерюгиной. Ольга подавала большие надежды в спорте, но родители решили отдать ее в балетную школу. Позже девушка поступила в хореографическое училище в Киеве. В качестве балерины добилась успехов. Ее студент последнего курса пригласил к себе директор балетной труппы из Штутгарта. Ольга Ломоносова всерьез собиралась поехать в Германию, пока не влюбилась в московского актера. Чувства оказались выше расчета, и в итоге девушка уехала покорять Москву. Мама это решение поддержала, а вот отец был против, считая, что у дочери в Европе будет намного больше возможностей. В 1997 году Ольга Ломоносова оказалась в Москве. Талантливая балерина сразу же получила место в балетной труппе театра Станиславского и Немировича Данченко. Однако для этого Оле пришлось похудеть. Главный балетмейстер счел вес Ольги излишним. Некоторое время Ломоносова работала в театре, ей не давали первых партий, а потом девушка снова поправилась, и ее перестали выпускать на сцену. Ольга оставила работу и перешла в другой театр, имперский русский балет, где Ломоносову оценили и вовсе по достоинству. С балетной карьерой в итоге все равно не сложилось. По трагической случайности, катаясь на санках в ванблане, девушка не справилась с управлением и упала на лед, повредив ногу. Самое обидное было то, что на гастролях во Франции Ольга получила первую главную роль. Она заменила солистку в постановке Руслана Людмила. До конца гастролей Ломоносова мужественно терпела боль и продолжала выступать, но после возвращения на родину потратила много сил и времени, чтобы восстановить больную ногу. Тогда же Ольга переосмыслила значение балета в своей жизни. Гедемани Старанда, художественный руководитель труппы, всеми силами старался вернуть балерину на сцену, но было уже поздно. Ольга Ломоносова решила изменить вид деятельности, попробовав себя в качестве актрисы. Она подала документы в ряд учебных заведений и в итоге поступила в Щукинское училище, где стала обучаться актерскому мастерству. На курсе Родиона Овчинникова, куда попала Ольга, вместе с ней учились будущие звезды российской сцены экрана, Петр Федоров, Марина Александрова, Александр Устюгов, Вячеслав Манучара. Еще со времен учебы в Щукинском училище Ольга участвует в театральных постановках. Спектакли «Прекрасные люди» в выпускной работе Оли «Мастерство актрисы» оценил Константин Райкин, с которым девушка познакомилась еще до того, как стать актрисой. После окончания Щуки Ольга Ломоносова стала работать в театре «Вахтангово», получая только второстепенные роли. Тем не менее, молодая актриса была более чем довольна и даже шла на жертвы. Например, остригла длинную косу ради роли корделей в спектакле «Лир». С этим театром Ольга сотрудничала два года. С 2004 по 2006 год продлилась работа актрисы в театре Станиславского, где Ольга сыграла в постановке «Сон в летнюю ночь». Последние годы актриса часто гастролирует по России и странам ближнего зарубежья. Одной из самых заметных ее работ стал спектакль «Сирано де Бержа», в котором Ломоносов в очередной раз сыграла с Григорием Антипенко. Сейчас актриса периодически играет в постановках другого театра, хотя основное внимание уделяет киноиндустрии. Первые несколько лет дались будущей актрисе тяжело, учеба не ладилась. Казалось, все усилия тщетны, но уже во время обучения Ольгу начали приглашать на съемки. Ее первым фильмом в творческой биографии стала картина «Смерть Таирова», где актриса сыграла эпизодическую роль. Тем не менее, это был полезный опыт. Позже были несколько успешных театральных постановок, затем роли в хороших, крепких сериалах. «Дети Арбата» и «Моя Причистенка». Также Ольга попробовала себя в другом амплуа, снявшись в детективе «Кобра антитеррор» в главной роли. О детях Арбата Ольга Ломоносова отзывается с нежностью, утверждая, что сериал сыграл в ее жизни большую роль. За плечами актрисы было уже с полдюжины ролей, в том числе и несколько главных, когда ее пригласили сыграть роль бизнес-вумен Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой». Изначально признавалась актриса, персонаж главный. Антигонистки, героини Нелли Уваровой и Кате Пушкаревой не понравились ей. Злая и эгоистичная Кира была картонной, шаблонной злодейкой. Потому Ольга частично изменила характер персонажа, придав Кире больше человечности, ответственности и наделив ее толикой благородства. Так перед зрителями предстал персонаж, которого отрицательным можно было назвать весьма условно. Многие сильные женщины сочувствовали Воропаевой, видя в несокрушимой и несчастной бизнес-леди отражение себя. Сериально возлюбленного Киры Воропаевой сыграл Григория Антипенко, старый друг Ломоносова, еще по Щукинскому училищу. Во время съемок сериала он закрутил роман с актрисой Юлией Токшиной, с которой затем прожил в гражданском браке 6 лет. У пары родились два сына. Крестной матерью старшего Ивана стала Ольга Ломоносова. Среди совместных фильмов Сантипенко не только «Не родись красивой», но и мелодрама «45 секунд», вышедшая на экраны в 2013 году. В драме она вновь играет бизнес-леди, которая попадает в неприятный круговорот событий. После внезапного успеха сериала «Не родись красивой» Ольгу подстерегала опасность, частая для любого неожиданно прославившегося актера. Ломоносова стала заложницей образа Киры, и не только зрители, но и представители СМИ начали воспринимать ее как холодную и расчетную женщину. Ломоносову пришлось приложить немало сил, чтобы переубедить в этом окружающем. В следующей работе Ольга сыграла суррогатную мать, а потом журналистку Алину Лаврову, так полюбившуюся зрителям в сериале «Богиня Прайм Тайма». В 2007 году на экраны вышла четырехсерийная детективная мелодрама «Любовь на остырье ножа», в которой главная женская роль досталась Ломоносова. Мужские роли исполнили несравненные Армен Джигахарнян и Дайнил Срахов. Отдельной строкой в послужном списке актрисы идет триллер «Чизкейк» 2008 года, где сюжет основан на том, как двое взрослых оказались в центре внимания со стороны мальчика-психопата. Актрисе в полной мере удалось передать трагичность и безысходность ситуации, в которой оказалась героиня. Сам же фильм собрал противоречивые отзывы. Одни обвиняли режиссера в излишней жестокости, тогда как другие зрители восхищались с прямотой и откровенностью работы. Другая работа года «Мистический детектив-зверобой» позволила актрисе вновь окунуться в мир неизведанного. Она предстала на экране в роли врача, который изучает феномен Ивана Прохорова по прозвищу «Зверобой», которого сыграл Дмитрий Ульянов. Между молодыми людьми развивается любовная драма. А в мелодраме «Две истории любви» Ольга Ломоносова предстала в актерском квартете с Агнией, Дитков-Скитой, Евгением Дмитрием и Максимом Дроздом. Две пары влюбленных оказываются соединены между собой узами семейного родства, что осложняет всем жизнь. Первым мужем Оли был Евгений Ряшенцев. Сын знаменитого поэта Юрия Ряшенцева. Юноша на момент знакомства уже учился на продюсерском факультете в ГИКа. Но брак продлился только полтора года. Именно к Жене актриса уехала в Москву. Но вскоре оказалось, что молодые люди обладают непохожими характерами. Обзавестись детьми Ломоносова. И супруг ее не успели. Девушка недолго оставалась одна. Вскоре в личной жизни Ломоносовой появился новый человек на первом курсе учебы в Щуке. Ольга познакомилась с Павлом Сафоновым. И через несколько лет знакомство переросло в крепкие отношения. Павел служит в театре имени Вахтангова. Помимо актерской профессии он освоил режиссуру и ставит спектакль на крупных театральных площадках Москвы, на родной сцене в театре, на Малой Бронной, доме Мейрхальда, театре Сатиры и других. Оля и Павел вместе уже много лет. У пары подрастают две дочери, Варвара и Александра. А брак творческие личности регистрировать не собираются. Просто не видят. В этом смысл. В начале 2017 года в СМИ появилась информация о том, что актриса ждет третьего ребенка. На персональном профиле Ольги Ломановской в инстаграме стали появляться фото, на которых актриса демонстрировала округлившиеся формы. А уже в середине апреля в семье Ольги произошло пополнение. Родился сын по имени Федор. Первоначальная артистка не планировала надолго отлучаться со сцены. Уже спустя 9 дней после родов она участвовала в спектакле «Серана де Берджерак». Но организма актрисы не выдержал. Последовал сбой в иммунитете. Поэтому на съемочной площадке артистка появилась только спустя месяц. На этом, собственно, биография. Столь замечательной актрисы подошла к концу. А вы ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!